уважаемые скорпионы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале у которого с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 3 по 9 октября включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет и женщинам и мужчинам события этой неделе мы рассматриваем в общем самые важные моменты о которых вам нужно знать рассматриваем ваши кармические жизненные также важные задачи которые вы обязаны прожить пройти в этом периоде рассматриваем вашу рабочую деловую сферу ваши финансы возможные долги кредиты траты доходы расходы внешний мир в отношении вас скрытые факторы что в них позитив или негатив рассмотрим и вашу личную жизнь и те кто в паре и тех кто в свободном поиске для тех кто не работает я также буду брать отдельно карты в конце этого расклада будет карта основного совета и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании вопрос должен быть всего лишь один работаю я сегодня на колоде таро вдохновения помогать нам будет оракул ленорман вишневые лиловые сумерки которые вы видите на столе и также использовать еще одну колоду для дополнения это таро ленорман совмещенно с цыганским оракулам думайте о своем вопросе думайте колода готова кому нужно больше время для того чтобы загадать свое желание нажимайте на паузу а я продолжаю ваша первая карта уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению то что я вижу я вижу очень активный образ жизни многих из вас но на начало этого периода у многих из вас возникает очень много вопросов душе скорее всего вам нужна будет какая-то помощь уже в начале этой недели или вы кому-то должны будете помочь то есть вашей душе есть какие-то противоречия помощь может касаться самого близкого родного человека это может быть кто-то из вашего дома из вашей семьи это может быть также кто-то кто просит вас об этой помощи и в ней нуждается я вижу что вы кому-то эту помощь сами еще должны оказать основное свое внимание в этом периоде уделить финансом работе у тех у кого есть основная работа нужно что-то приводить в порядок центральная карта говорит о ваших основных кармических задачах и здесь я вижу старика и ребенка поэтому все те у кого есть дети родители бабушки и дедушки возможно они также в этом периоде нуждаются вашей помощи если меня смотрят люди возрасте возможно вы сами нуждаетесь как раз в помощи кого-либо поэтому об этой помощи вы должны попросить вас обязательно кто-то услышит вам обязательно кто-то поможет скорее всего понедельник для вас немножко будет сопряжен с трудностями потому что в чем-то есть какие-то заминки даже если вы пытаетесь что-то начать или делать есть некоторые ограничения и они могут касаться финансовой сферы уже в начале этой недели когда на что-то вам нужно больше денег а у вас нет таких денег в свободном доступе именно поэтому и говорится о том что нужно улучшить финансовое положение по возможности для тех у кого есть основная работа что-то подтянуть в основной работе в договоренностях в сотрудничестве с другими людьми первая карта которая выпала для вас в начало расклада это двойка жезлов и она может говорить о том что у вас уже с начала этой недели очень низкий запас энергии хотя вы держитесь хотя вы крепитесь но либо карта показывает хроническую усталость либо даже некоторое истощение и элементарно то что вам нужен отдых это могут быть и какие-то физические нагрузки у кого-то из вас у каждого это что-то свое у кого-то это эмоциональное истощение я вижу что вы как бы не понимаете как вам лучше или правильнее поступить в начале недели из-за этого нервничаете но на входящие события для вас выпла шестерка мечей и она говорит о том что долго в таком состоянии находиться вы не будете скорее всего уже вторник среда это повышенная активность вашей стороны вы начинаете понимать как вам действовать и что вам делать появляется надежда появляются возможности а эта карта показывает резервы и ресурсы вы с кем-то как бы в одной лодке есть рядышком кто-то с кем вы в тесном контакте каждый день это может быть семья это могут быть дети это может быть те люди с которыми вы тесно сотрудничаете в делах для тех кто работает для кого-то из вас карта может показывать дороги может быть кто-то начал сомневаться стоит ли мне совершать ту или иную дорогу ехать или не ехать потому что карта дорожная тем более все что связано с дорогами у кого-то из вас может также упираться в деньги или в их нехватку для того чтобы свободно куда-либо поехать туда куда вы хотели бы но задуманную дорогу если она для вас крайне необходимо именно в этом периоде вы способны совершить если говорить о женщинах вам в чем-то будет помогать мужчина либо в работе либо финансах на этого человека вы можете рассчитывать если говорить о мужчинах скорпиона для вас точно также в помощь приходит мужское лицо с этим человеком возможно вы будете обсуждать либо какие-то рабочие вопросы либо финансовые дела для кого-то это может быть коллега друг или родственник но мужчина несмотря на то что у него свои какие-то затруднения искренне помогает несмотря на то что в центре расклада мы видим слабые финансы карта рыцаря монет в кресте вашей судьбы все-таки говорит о возможности что-то исправить но в дом финансов для вас выпала карта семерка чаш это говорит о том что вы либо свои возможности в чем-то переоцениваете что может являться ошибкой или наоборот недооцениваете и это тоже может являться ошибкой подумайте что вы делаете не так на внешний мир для вас выпала карта сопротивления карта войны семерка жезлов показывает оборону с вашей стороны так как все-таки эта карта внешнего мира меня действительно могут смотреть люди которые оказались в зоне военных или боевых действий но для кого-то эта карта может показывать защиту своих личных интересов а значит со внешнего мира вам кто-то пытается мешать возможно кто-то с вами не согласен либо кто-то с вами конкурирует либо есть люди которые негативно в отношении вас настроены но в вашем случае ваши позиции очень крепки вы боретесь за правое дело если меня смотрят мужчины рядом с вами женщина которая плачет убивается может быть вас просит о чем-то чтобы вы не делали каких-то глупостей или ошибок но вы как будто бы не слышите вы не замечаете более женщины которая рядом в особенности если меня смотрят мужчины семейные мужчины которые в браке у которых есть дети или хотя бы один ребенок возможно вам нужно с кем-то наладить контакт как бы вы не были в себе уверены по крайней мере самыми родными и близкими людьми которые в вашем самом ближайшем окружении у тех у кого есть дети подростки или взрослые это может быть даже некоторое противодействие с вашими детьми возможно это их какие-то сложности и вам нужно им чем-то помочь дети тоже могут проявлять в чем-то свой характер или амбиции стараются быть самостоятельными но при этом могут делать различного рода ошибки но не забывайте о том что ваши дети будут учиться на своих ошибках они на ваших и чтобы вы не говорили они сейчас вас могут просто не услышать у тех у кого дети учащиеся несмотря на то что они у вас способны и нужно что-то подтянуть по учебе даже если смотрят меня те люди которые работают пятерка монет в центре может говорить либо о тяжелом физическом труде и о том что вы устаете либо о тяжелом эмоциональном труде и вы за свою работу по факту получаете гораздо меньше чем могли бы получать в вашей душе очень много надежды с ними вы связываете свое будущее но пока много остается на уровне мечтаний и иллюзии поэтому от мечтаний постарайтесь переходить к реальным действиям и начинать что-то действительно реализовывать я вижу что у вас будет получаться может быть не сразу шаг за шагом даже если сейчас есть финансовые затруднения у кого-либо и ваше развитие зависит от финансов я вижу что эти деньги будут я это вижу скрытых факторах также сразу хочу заметить что эта неделя неблагоприятно не для каких финансовых сделок в особенности крупных те что могут касаться купли-продажи крупных объектов недвижимости крупных вложений не стоит в этом периоде также оформлять новые кредиты для тех кто думает о новом кредитовании возможно вы видите картинку того что вы с легкостью рассчитаетесь или не будет никаких проблем но это не так вы заблуждаетесь потому что я вижу в скрытых факторах дьявола то есть могут быть любого рода сложности поэтому эта неделя неблагоприятно не рискуйте для тех у кого уже есть имеющиеся долги и кредиты постарайтесь несмотря на то что сложно сейчас отдавать отдавать хоть понемногу хоть по чуть-чуть потому что я вижу что могут быть какие-то сложности даже если это частные договоренности чтобы это не закончилось какой-то войной или выяснением отношений или если это банки сложными процентами то что касается внешнего мира несмотря на то что из-за кого-то вы будете очень сильно напрягаться нервничать потому что эта карта говорит о полной постоянной боевой готовности своим врагам вы сможете нанести удар либо вы своих врагов на чем-то сможете словить или подловить или увидите их какие-то провокационные действия или нечестные шаги получается что находит коса на камень и в этом случае вашим врагам точно не поздоровится потому что я вижу чё-то позорное бегство или ваши враги на время вынуждены отступить потому что в данном периоде ваши позиции сильнее переходим к нашим семейным парам и посмотрим что в ваших домах что ваших отношениях для семейных пар выпала карта пожар жезлов и карта короля монет в общем-то для наших семейных выпали в две вполне благополучные карты и они говорят о том что несмотря на то что есть вот эти самые сложности финансового может быть и рабочего характера ваш дом по любому поступают деньги если меня смотрит женщины карта рыцаря монет может показывать либо вашего супруга либо сына либо кого-то еще мужчина от которого в дом поступают финансы мужчина может быть в разъездах в дорогах но зарабатывают для дома для семьи для детей для вас мужчина очень ответственный и этот человек беспокоится о вашем комфорте и благосостояние в общем вашего дома возможно кто-то из вас планирует переезды может быть где-то дети на расстоянии может быть вы хотите чтобы дети куда-либо поехали вот эта поездка может зависеть от мужчины карты показывают тесное общение детей родителей благодаря каким-то совместным усилиям общим разговором вы много способны в семье расставить на свои места и улучшить в доме много какой-то суеты и хлопот в особенности если у кого-то есть дети учащиеся но тем не менее во что-то будет радовать есть очень много позитивных моментов возможно кто-то сам чему-либо учится не выходя из дома или вы зарабатываете не выходя из дома или работаете и чему-то учитесь тоже карты очень практичные и они показывают доход возможности новые знания и ваши способности в этом случае если меня смотрят женщины то ваш мужчина не ограничивает вас в том чтобы вы развивались а наоборот готов поддержать если меня смотрят мужчины скорпионы в этом периоде очень много в доме в семье зависит именно от вас если у вас есть дети ваши дети также ждут от вас помощи и скорее всего в этом периоде будет какой-то важный разговор в доме но карты благоприятные у кого-то действительно могут быть родственники за границей либо вы с кем-то сотрудничаете из-за рубежа потому что я вижу за границу возможно вам чего-то приходится немножечко ждать либо какой-то обратной связи информации либо действительно для кого-то дороги или приезда кого-либо не волнуйтесь все решится благополучно теперь рассмотрим карты для наших свободных скорпионов для свободных выпала тройка жезлов карта старшего аркана колесницы и карта старшего аркана отшельника два старших аркана тройка жезлов показывает вашу повышенную активность но в вашем случае это даже некоторая перевозбужденность от тех событий среди которых вы находитесь из-за чего-то вы крайне нервничаете и тоже чего-то постоянно ждете многие из вас люди очень общительные очень контактные и эти карты говорят о том что если что-то вашей жизни начинает тормозиться старайтесь что-то взять под свой полный контроль многие из ваших задач вы способны решить и карта колесницы об этом и говорит прорыв возможности амбиции движения вперед внутри вас я вижу очень много философии жизненной мудрости огромных знаний которыми в этом периоде вы способны пользоваться но чем больше вы знаете чем больше вы получаете этих знаний тем больше возникает знаков вопросов в вашем случае здесь можно сказать так знания приумножают скорбь и в какой-то момент вы можете ощущать при общении с огромным количеством людей внутреннее одиночество побыть потребность побыть одному или одной собраться с мыслями что-то взвесить или лишний раз проанализировать с одной стороны я вижу решительные действия и прорыв вперед потом снова остановку снова мысли снова знаки вопросов снова может чем-то появляться неуверенность но эта карта предполагают то что рядом с вами есть человек или люди с которыми пообщавшись вы получите ответы на многие ваши вопросы чего бы это ни касалось рядом с вами есть такой человек для кого-то это может быть духовный наставник старший друг психолог астролог для кого-то даже врач может быть вы начинаете задумываться о вопросах касательно своего здоровья или может быть вас беспокоит здоровье кого-то из близких и в вашем случае вот эти две карты могут показывать консультацию с врачом назначение предписания выписки больничного характера и то что позже все это нужно соблюдать меня также могут смотреть люди практикующие которые занимаются эзотерическими практиками вас интересует философия может быть кого-то астрология может быть кого-то интересует медицина вы думаете о том чтобы развиваться и помогать людям вы на правильном пути возможно вы считаете что у вас чем-то не хватает знаний или у вас что-то не получится вы себя недооцениваете об этом говорит семерка чаш которая есть в вашем раскладе помните о том что учиться вы способны в любом возрасте и никакие знания никогда не бывают лишними главное чтобы эти знания вы направили по назначению не побоялись практиковать а по отшельнику еще к вам кто-то может приходить за помощью и за советом и вы кому-то также должны оказать эту помощь и этот дать совет то есть по этим картам я вижу положительный обмен энергиями либо двух людей либо группы людей для многих хороша была бы работа в команде или групповые тренинги когда вы можете с кем-то делиться своим опытом видеть наработки других людей и при этом получать новые знания карты в общем-то хорошие если говорить о вашей личной жизни для тех кто на сегодняшний день в активном поиске своей второй половиночке конечно же могут быть новые знакомства об этом говорит и тройка жезлов и колесница но скорее всего человек с которым вы будете общаться или люди с которыми вы будете общаться находятся на расстоянии то есть здесь скорее всего соцсети интернет знакомств может быть много но по отшельнику я вижу что вы не спешите с выводами с кем бы вы не общались у вас постоянно может оставаться внутреннее ощущение того что это не те люди либо это не тот человек который вам нужен если вы уже с кем-то встречаетесь я вижу что и вам и вашему партнеру сейчас двоим нужна помощь скорее всего даже просто психологического характера вы должны сейчас друг друга в чем-то поддержать отношения будут развиваться несмотря на то что вы в них сомневаетесь но не спешите у вас еще возможен выбор вариантов если вы с кем-то на расстоянии хотите увидеться скорее всего в отношении дорог есть некоторые препятствия я вижу что вы сидите и ожидаете немножечко грустите может быть начинаете немного падать в депрессию но не стоит у вас появляются мысли страхи того что могут быть измены что-то еще в таком роде поэтому очень много рассуждений но здесь все будет зависеть от вас многие из вас уже являются хорошими психологами но даже вашим сознанием может кто-то пытаться манипулировать почему я так говорю потому что в вашем раскладе все-таки есть карта дьявола поэтому не стоит действительно пока до конца кому-то полностью доверяться вернемся снова вашу рабочую сферу и возьмем теперь карты для тех кто при работе также позже я возьму карты для тех кто без работы что нужно знать тем кто работает для вас выпла карта рыцаря мечей карта может показывать любые конфликтные или сложные ситуации либо какие-то спорные моменты либо то что могут срываться какие-то договоренности возможно по вине других людей не исключу что кто-то на вас может злиться если в вашем коллективе или в той работе где вы есть сейчас есть мужское лицо показано что мужчина очень злится на вас но если меня либо кто-то кого-то настраивает против вас либо эта карта может просто говорить о том что угроза исходит от мужчины мужчина нервный мужчина амбициозный человек который в чем-то себя ведет неправильно для мужчин скорпионов эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что вы может быть с кем-то захотите в работе расставить точки над и именно поэтому может возникнуть спор прямой конфликт вам тяжело себя контролировать но давайте все-таки возьмем для вас карту совета как вам стоит себя вести в любой спорной ситуации и мужчинами женщинам для вас это карта умеренности эта карта лояльности и она говорит о том что нужно не ругаться а постараться по максимуму корректно выяснить отношения даже если кто-то пытается на вас давить эта карта говорит о том что в чем-то вы должны быть мудрее у вас очень много преимуществ и этими преимуществами позже вы сможете воспользоваться возможно вам сейчас приходится зависеть от других людей от чьих-то привычек от чьих-то желаний с одной стороны это лояльность и умение договариваться с другой стороны эта карта показывает твердость своих намерений и настойчивость поэтому сумейте удержаться в своих позициях а вы достаточно прочно стоите на своих двух ногах поэтому никто вам особо ничем навредить не сможет также карта умеренности для кого-то из вас может показывать дополнительное образование возможно кто-то считает что вы недостаточно опытный или вас могут обвинять в какой-то некомпетентности карты говорят о том что вы должны суметь принять критику постараться исправить какие-то свои ошибки и свести любой конфликт на нет но красиво теперь возьмем карты для тех кто на сегодняшний день пока не работает но вы в активном поиске что вам нужно знать для вас выпла карта старшего аркана дьявола найти хорошую достойную работу в этом периоде сложно но возможно эта карта предполагает неофициальную работу возможно вам даже кто-то будет предлагать что-то интересное или вы сами для себя что-то находите или что-то обдумываете но работа связана либо с риском либо вам обещают одно по факту окажется другое для кого-то эта карта может показать ненормированный рабочий день зависимость от других людей возможно даже задержки по финансам или даже некоторая нечестность конечном итоге когда уже доходит до выплат финансовых я вижу что многие из вас готовы ухватиться сейчас за любую работу потому что реально нужны деньги но прежде чем соглашаться на какой-то договор работу или сделку постарайтесь взвесить все за и против карта показывает какие-то ваши внутренние страхи и неуверенность себе умеете свои страхи контролировать так чтобы их не видели другие люди иначе это будет отражаться и на ваше общение и на ваши доходы и на то что на вас конечном итоге кто-то может попытаться ездить давайте для вас также возьмем карту на совет на совет для вас выпала семерка посохов повторение ситуации ваша склад уже выпала семерка посохов мы их видим 2 скорее всего вы сейчас с кем-то в очень сложных или натянутых отношений из-за того что не работаете или или из-за того что у вас слабо с финансами либо вас кто-то в чем-то упрекает либо еще есть какие-то события которые на вас давят но вы чем-то не согласны поэтому конфликт и возникает но по этим двум картам вам однозначно кого-то нужно поставить на место потому что кто-то переходит границы теперь я возьму карты для тех кто на сегодняшний день просто в силу каких-то обстоятельств дома и вы работу не ищете или пока не получается что может происходить у вас для вас выпала карта пажа мечей она показывает тоже как вашу нервозность если у вас есть дети или внуки это может быть напряжение с кем-то в общении непонимания тоже здесь какие-то сложные разговоры карта совета для вас для вас выпала карта короля жезлов если меня смотрят женщины то эта карта говорит о том что от мужчины что-то будет зависеть либо мужчина что-то будет решать мужчина способен помочь если говорить о мужчинах то попытайтесь во первых самостоятельно исправить ситуацию но скорее всего есть еще одно мужское лицо человек с которым вы будете общаться по финансам и даже будучи дома возможно вы что-то планируете у вас есть какой-то план того как заработать подработать поэтому по этому поводу могут быть любые обсуждения яркие споры но вы сможете с кем-то о чем-то договориться то есть эта карта дает некоторую надежду и возможности переходим скрытые факторы скрытые факторы для вас выпла карта дьявола карта шестерки монет и карта семерки мечей обратите внимание на то что вашем раскладе две семерки эти карты показывают чита интриги сплетни какие-то неприятные разговоры вокруг вас какую-то неприятную информацию для кого-то это информационная война холодная война чита интриги за вашей спиной и дьявол это подтверждает по дьяволу вам могут внушать все что угодно кто-то пытается обрабатывать ваше сознание поэтому не теряйте бдительность не позволяйте кому-то пудрить ваш мозг обе карты показывают желание каких-то людей воспользоваться чем-то вашим либо вашими заслугами либо вашими финансами если это политические игры то понятно вашими ресурсами многие из вас люди очень достойные и когда у вас есть лишняя копейка вы сами готовы кому-то помогать и вот эта карта в центре может показывать благотворительность оказывание помощи другим людям но люди садятся вам грубо говоря на шею на голову по дьяволу поэтому и здесь то что касается благотворительности может быть кому-то нужно обрубить какие-то концы поставки что-то еще карты могут показывать и воровство и какую-то подлость и чью-то низость или чью-то просто неадекватность в отношении вас или ваших действий поэтому и на последующей неделе карты говорят о том что вы не должны особо расслабляться не в рабочей сфере не во внешнем мире на основной совет для вас выпала карта звезд карта джокера светлая карта у меня эта карта проигрывается как возможности возможно это какие-то шансы которых вы пока еще не видите может быть что-то в высшем космосе в отношении вас вашей судьбы что-то только формируется что-то пока скрыт от ваших глаз но по этой карте однозначно вы не упадете ни в какую пропасть вы не будете на грани помощь откуда-то приходит и придет обязательно карта может показывать прозрение информационный поток то чем возможно вы будете пользоваться эта карта приятно радует и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта восьмерки монет она дает ответ да она говорит о том что скорее всего в отношении вашего вопроса придется еще потрудиться возможно с кем-то нужно будет посотрудничать с кем-то может быть объединить свои усилия или даже во что-то вкладываться как на ментальном так и на физическом или материальном уровне то есть для каждого карта проиграется по-своему но это ответ да эта карта говорит о том что вы близки к получению того что вы хотите но еще много нужно сделать проявите терпение и усердие но в то же время сохраняйте внутреннее спокойствие все эти качества вам помогут и вашем вопросе я вижу рядышком людей которые вам будут помогать значит у кого-то те же устремления и те же желания что и у вас давайте посмотрим что вам нужно знать еще в этом периоде информация и для женщины и для мужчин и для этого я беру оракул ленорман три карты эти три карты говорят в том что у многих из вас действительно будет возможность неплохо заработать либо с кем-то заключить какой-то денежный или выгодный контракт потому что карты показывают финансы мы видим короля бубен возможно что-то решается через мужчину но в личной жизни у вас из-за чего-то как будто бы камень на сердце также эти карты могут показывать некоторую утопию вашем сознании то есть есть какие-то мысли либо в которых очень сильно заблуждаетесь либо не видите каких-то реальных фактов пока именно поэтому и заблуждаетесь или есть что-то то что скрыто пока от ваших глаз но это в принципе одно и то же если кто-то пытается решить вопросы с недвижимостью сейчас делать это крайне сложно но по крайней мере в этом периоде времени и давайте возьмем для вас карту 1 у нас советы для женщин и для мужчин для вас упала карта метлы плети и метлы она может показывать любую конфликтную ситуацию вашей жизни связанную с вашим домом семьей вашим приватным пространством кто-то на вас может злиться и у вас кем-то может быть выяснение отношений то есть карта может показывать внутренний конфликт но вы с кем-то действительно должны разобраться и еще одна карта для вас это карта аистов карта благоприятных перемен то есть перемены все-таки будут но не так быстро как хотелось бы обе эти карты могут показывать дороги то есть если сейчас дороги в затруднениях у кого-то из вас они будут немножечко позже если вы хотите куда-то поехать но не получается уважаемые скорпионы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была важна и полезна подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан и я вас всех жду на следующей неделе всем до свидания а